Для строительства жилья в 2023 в стране планируют использовать 1 миллиард 600 миллионов рублей кредитных денег. Большая часть из них пойдет на субсидии для погашения процентов и основного долга. Увеличенные суммы на льготные кредиты. Беларусьбанк должен выделить более 343 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в минувшем году. Мошенники проводили кастинги на несуществующие конкурсы красоты. На объявление через соцсети откликнулось больше 20 девушек. Участницы заключили договоры и внесли организационный взнос. После в один из дней организаторы перестали выходить на связь. Сумма ущерба свыше 46 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В консолидированный бюджет города в минувшем году поступило свыше 357 миллионов рублей. Доходы по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличились на 27,5%. Общая сумма большинства платежей поступило от предприятий 90%. Наибольший вклад внесли Бобруйский Бровар, Белшина, Оазис Групп, ТДИА и Красный Пищевик. В Бобруйске подвели итоги городского этапа республиканского конкурса «Учитель года». Заявили о себе 30 конкурсантов. Позади визитка, уроки в незнакомом классе и мастер-классы. До финала дошли шесть участников. Победила Светлана Здоронкова, учитель физики и астрономии 34-й школы. Динамо Шинник в домашнем матче чемпионата МХЛ взял реванш у Череповецкого «Алмаза». Поединок закончился с крупным счетом 8-4. По голевому дублю оформили Матвей Ладудько и Иван Аножко. Следующая игра пройдет 5 февраля на выезде против московских крыльев Советов.